Не помню как. Как, как, не помню как. Вроде тут нормально, плесени нет. Единственное, что мне не нравится, это привкусы, которые сопровождают это печенье. Похоже на какашку. Давно хотела сделать вот так. Все делали, а одну я не делала. Прикольно сделала, как говорится. Привет, мои хорошие! И сегодня будет у нас покупочки фикс прайс еда. Да, ее давно не было. И я когда увидела, что очень много новых сладюшек, я такая думаю, опа-опа, надо попробовать, ну и соответственно, показать своим девочкам. Также взяла еще какие-то сладюшки, вкусняшки, которые мне советовали уже мои подписчицы. Попробую то или попробую это. И я, короче, набрала целый пакет маму. Вкусняха-ха-ха. Итак, ну, чипсы лейт мы все знаем, да? Такая огромная какая-то XXXXL пачка. Я ее взяла чисто из-за этой морды, может быть, чтобы сделать ее на заставку вот так. Я знаю, что вкусные сметаны и зелени это вообще мои любимые. Давайте сразу начну с новинок, которые я увидела и которые я прям не терпелась попробовать. Первое, это вот такие вот офис-кейк, печенье сдопное. Я люблю все такое. Я не видела и такие печенюшки до этого. Тут они, как я понимаю, еще с изюмом или это кусочки шоколада. И мне интересно, они как они, мягкие, или они как песочное печенье. Мне очень интересно попробовать. Так что попробуем. Ой, пахнет какое. Они даже меньше, чем нарисованы. Нарисованы какие-то крупные, видите? А так они какие-то мелкие. Так, я люблю загоревшие. Сразу беру. Пахнет вкусно. Полупесочное печенье какое-то. Сразу могу сказать, что оно не сильно сладкое для тех, кто не любит сладкое. Я вообще люблю сладкое. И хорошо, чтобы они прям рассыпались, знаете? Как... Не помню, как. Как, как, не помню, как. Но, в принципе, печеньки вкусные. Здесь кусочки вроде как шоколада, но я не чувствую его. Шоколад не чувствую. То есть какое-то песочное печенье, не сильно сладкое. И все. Вот такие вот они. Дальше тоже я увидела из новинок. Оно все лежало рядом. Это какие-то вот такие вот. Тоже, как я понимаю, печеньки. На картинке они выглядят, смотрите. Раз слой какой-то, два слой, что-то ириски. Я вообще вот такое люблю. То ли это как печеньки, то ли это как пироженки. А, вот написано. Бисквитное печенье, карамель. Печенье сдобное. Ну, там тоже написано сдобное. Может быть, что-то оно похожее. Но, в общем, я решила тоже взять, попробовать это. Сегодня, как видите, одна, без крестинки. Решила все в одно... В одно лицо все. Вот такие печеньки здесь у нас. То есть, они как-то двойные. С одной стороны вот такие, с другой такие. И, наверное, посредине карамель. Но не так, как нарисовано на картинке. Ее не так много здесь. Что за? Здесь уже печеньки более такие мягкие. Очень мало этой сгущенки. Как будто вареная сгущенка. Очень мало этой вареной сгущенки. Хотелось бы прям побольше. И тоже, на мой взгляд, не сильно сладкие какие-то. Ну, не мои-то десерты все. То есть, я ожидала чего-то большего. Что-то такое сладенькое. Что-то такое там всего-всего. Напробую на вкус. Ну, как бы так, знаете, один раз съесть или кому-то отдать. То есть, если бы была Кристина, она бы все это забрала себе. Еще я увидела вот такие вот орешки. Орешки много где продают. Но орешки попробовать в экспрессе это же надо, да? Печеные орешки с начинкой со вкусом вареной сгущенки. Я вообще люблю орешки со вкусом сгущенки. Так же вкусно, как в детстве у бабушки. Ха! Ну, конечно. Сейчас проверим. Однажды я взяла что-то в такой закрытой непрозрачной пачке. А там плесень была. Ну, вроде тут нормально. Плесени нет. Орешек. Орешек внутри сгущенка. Все правильно. Пахнет вроде нормально. То ли бабушка так делает, непонятно как. То ли бабушка уже давно сделала это все. И оно лежит на прилавке уже очень давно. Несвежие какие-то. Какое-то и тесто, и сгущенка какого-то вкуса. Хотя до 11... 13.06. Вообще они, то есть, хранятся до 11.12. Но невкусно, я вам скажу. На мой взгляд, нет. Ну, хоть что-нибудь нам понравится, а? Давайте попробуем тогда вот такие подушечки с какао-блаком. Мои подписчицы очень часто мне говорили, Селена, возьми, пожалуйста, попробуй. Нам очень нравится. Типа вот как попробовали и с тех пор едят. Я это помню, девочки, кто мне говорил. Здесь написано, что они без обжарки в масле и с клетчаткой. То есть, полезненькие. На основе злаков, которые содержат витамины ПП, В1, В2, минеральные вещества и сложные углеводы. Вот. Рис, пшеница и овес. Хрустящий перекус с мягкой начинкой. Ну что же, попробуем? Та-дам. Ну, так себе удовольствие. Хрустящий с какао-начинкой. Ну, просто, видимо, это не мой вкус. Видите, какая я привередливая? Мне очень сложно угодить. То есть, если я реально вкусняшку говорю, что она крутая, то она реально крутая. А вы что вот это вот? Ну, то есть, у меня не такой вкус, что, знаете, ой, это вкусно и это можно. Это можно с чем? Это можно с тем? Это можно с тем? Нет. У меня такого нет. Кстати, вот эти печеньки вот увидела. Я не помню, пробовала я их или нет. Блин, по-моему, я их уже покупала, и они мне не нравились. Еще раз напопробую. Вот такие вот. Что-то в них знакомое. Они с семенами льна и с йогуртом. Ну, вот это уже что-то более интересно. Во-всем случае, печенье здесь свежее, оно рассыпается. Единственное, что мне не нравится, это привкусы, которые сопровождают это печенье. Всякие добавочки. Йогурт какой-то лимонный, походу. Я не очень люблю. Во всяком случае, десерт должен быть какой-то необычный, чтобы мне он понравился. То, что он лимонный. Я не очень люблю лимонные десерты. Слушай, девафельный торт. Вот такой вот еще. Я его тоже не помню, чтобы я его пробовала. А может быть, что-то пробовала, но не прямоугольное, а квадратное. Что-то такое было. Я помню, что мне что-то не понравилось. Был очень химический. Возможно, это какой-то другой торт. На, попробуй. Выглядит, как одна большая вафля. Наверное, я такого не пробовала еще. Так. Так. Просто одна большая вафля. Видали? Ну, по вкусу. Ничего, кстати. Очень много вот этой вот начинки сливочной. И потому он не кажется таким сухим, как вафля обычная. А кажется, такая вафля пропитанная вся. Прям вкусная и хрустит. Мне вот это нравится. Классная. Можно с чаем поесть. Кто так же, как и я, любит за какими-то сладюшками гнаться, попробуйте. Вот этот вот вафельный торт. Было бы круче, конечно, если бы он был шоколадным. Я очень люблю шоколадные. Такие вафельки. Но сливочный этот тоже мне понравился. Так, что я еще взяла? Вообще, очень хотела попробовать вот это вот арафис. Хрустящие корочки. Со вкусом сыра. Мы, может быть, пробовали с Кристиной уже? Ну, блин, у меня такая короткая память. Я уже забыла, честно говоря. Что-то знакомое. В то же самое время Хорси опять попробует. Сладюшки закон. Нет. Сейчас, это соленое. Я еще взяла вот таких вот новые какие-то батончики. Фикс прайсы. Вот такие. Вот. Выглядит очень аппетитно. Поэтому я взяла их и решила попробовать. У меня здесь яблоко, апельсин, ананасы, апельсин и курага и кокос. Вот, интересненько. Так, давайте начнем с какой-нибудь вкусняшки. Например, яблоко, апельсин попробую первое. Я вообще не понимаю, с чего она состоит. Она как фруктовая или просто какие-то редкие добавки или что. Я деньги покупаю такие в Ашане для детей. Очень вкусненькие. Может, что-то типа того. Выглядит такая коричневая. Что интересное. Можно было бы съесть. Яблоко, апельсин. Сейчас я просто, знаете, очень сложно оценивать. Я сейчас просто их попробую все и скажу, какая из них лучше всего. Я, по-моему, взяла все, которые там были. Три вида, по-моему. А, может быть, там еще какой-то был один. Ну, короче, вот я взяла три, которые меня заинтересовали. Все они одинакового цвета, как я смотрю. Похожи на какашку. Надеюсь, он никому не перебил аппетит. Вот я забыла, что здесь. Сейчас скажу. Угадарок. Они знакомые мне какие-то. Ананасы, апельсин. Видите, не угадала. Что здесь не будет? Анан, курага уже прочитала, а второе не увидела. Сейчас. Курага с чем? С орехами? Ну, если с кокосом, то его не чувствуется. Я просто помню, что где-то кокос должен был быть. Я его не чувствую. В общем, интересные сладюшки. Я их оставлю всем с чаем, наверное. Они такие сладкие, кисло-сладкие. В принципе, я такие люблю. Но не так, чтобы я брала второй раз. Так. Давайте попробуем вот эти орешки. Так, выглядят они вот так. Да. Мы брали, и это очень вкусно. Блин, классно. Хрустит. И вкусно, ароматно. Вот это Адобрямс. Адобрямс? Это Адобрямс. Попробуйте. Ну, и чипсы открывать не буду, потому что мы все знаем, что их пробуют. Я думаю, что они такие же. Вот, в принципе, и все. Из всего сладкого мне понравился только вафельный торт. И то он большой. Я, наверное, переполовину отдам его маме, чтобы он не пропал. Потому что пока он хрустящий, свежий, надо кушать. Вот эти штучки я оставлю. Съем их с чаем. Вот это обязательно я сейчас прям сожру. Все остальное я поделюсь с друзьями. Кристина в гости приедет. Передам. Они любят сладюшки. Вот. Так что ничего не пропадет. Вот. Я надеюсь. И подушки ей не понравятся, потому что они там со злаками и всеми витаминами. Все, мои хорошие. Я была рада с вами поесть. Я на самом деле сейчас была такая голодная. Вот. Впервые заплела хвостик. Мне кажется, ничего. Так, видите, какой-то образ подобрала. Интересно. Нашла свои золотые сережки, которые мне любимый дарил. Короче, так приоделась. Все, мои хорошие. Побежала пить чай и доедать все. Ну, не все. То, что мне понравилось. А вас люблю и целую. Прощаюсь до следующего видео. Пока. Надеюсь, вам было со мной интересно. Пускай с Кристиной. Со мной. Ну, так я буду стараться все равно кого-нибудь к себе брать в видео. Субтитры сделал DimaTorzok